Никто не может исправить своих дел, не любя ближнего и не заботясь о его спасении. Собственная польза каждого соединена с пользой ближнего. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого пища, делай тоже. Иоанн Предтеча В тот день, когда мы снимали эту программу, Ванечке исполнилось пять лет. Для любой семьи это праздник, но особенно важен он для Авдюковых. Когда Ванюша задавал свечку, Ольга загадала, чтобы шестой день рождения ее сына непременно наступил. Нам это желание покажется странным, но для семьи, в которой единственный ребенок болеет раком, все иначе. Мы уже рассказывали о Ванечке в марте прошлого года. Давайте вместе вспомним начало той программы. У него начала подниматься температура, мы часто стали на больничном ходить. На протяжении полгода мы температурили, сидели на больничном. Потом терапевт сказала, хватит ребенка пичкать антибиотиками, везите его на море. Все, мы, соответственно, взяли кредит, увезли его месяц на море. После Анапы мы приехали и начали сдавать анализы в садик. У нас пришла плохая кровь. То есть вот с этого момента началось обследование и выяснилось, что у нас уже четвертая стадия нейробластомы с метастазами в костном мозге, в кости и лимфоузлах. Ваню начали лечить в Екатеринбургском онкоцентре, где провели шесть блоков химиотерапии, благодаря которым метастазы исчезли. Затем нужно было удалять опухоль. Операцию нам тут сделать не смогли. Мы ездили в Германию. Здесь не смогли, потому что она была в труднодоступном месте, вплеталась в позвонок. От 2 до 12 позвонка нашла опухоль сама. Здесь такие операции не проводят. Мы ездили в Германию, профессор Шванец нам убрал 98% опухоли. То есть 2% остаточной опухоли, она была живая. И с ней ничего нельзя было сделать. Потом мы ездили на лучевую, тоже в Германии проводили 2 месяца лучевую химиотерапию. В надежде на то, что вот эти 2% они тоже как бы убьются и опухоль не будет живой. В июне прошлого года Ване сделали трансплантацию костного мозга. С Божьей помощью, молитвами неравнодушных людей сложнейшая операция прошла успешно. И в августе Ванечка с мамой после многих месяцев борьбы с болезнью наконец смог вернуться домой, чтобы заниматься такими важными для него детскими делами. Эльмиссия была полгода. Вот за эти полгода мы как бы, он ходил в садик, мы ездили по святым местам с ним. Все было хорошо. Он радуется, во-первых, тому, что он дома всегда. Ну то, что он гуляет, то, что он с ребятками гуляет. Для него это очень вообще... Мы же 2 года был вообще как бы он один. Нельзя было контактов никаких с детьми совершенно. А сейчас вот эти полгода для него остались радостными в плане того, что он постоянно гулял. Он ходил в школу, он развивался, ему все это нравилось. Он общался, у него не было вот этих больниц. То есть мы приезжали раз в месяц только на обследование. И он уже не боялся больниц. Он знал, что он приедет, сдаст кровь и его отпустят домой. Когда Ваню выписали из больницы, он наконец смог пойти в школу развития. Начал готовиться к первому классу. В больницу нужно было ездить только раз в месяц, чтобы сдавать кровь на анализ. Несколько месяцев все показатели были в норме. Болезнь находилась в ремиссии. В мае месяце ездили по светлым местам, в Оптину, в Дивеево, в Орёк. Все было нормально, все было отлично. Потом анализы сдали в августе. И у нас вот такой вот полный рецидент. На сегодняшний день у нас метастазы в костях, метастазы в костном мозге и триновое образование в легком. Он понимает, что он болеет, но он уверен, что он победит болезнь. Он молится, Боженьку просит, чтобы он ему помог. Сейчас в квартире Авдюковых много икон. Ольга воспитывалась в православной семье. Но, как сама признается, именно болезнь ребенка позволила в полной мере ощутить единение с Господом. Вы знаете, когда Ваня заболел, я пришла в церковь. Я упала на колени и молилась. Ко мне подошла бабушка и говорит, «Ты читаешь утренние и вечерние молитвы?» Я говорю, «Нет». Я перед сном читаю, но как бы вот я вот с детства перед сном читаю молитвы и всё. Она говорит, вот ты знаешь, вы просите у Бога, чтобы Он вам дал здоровье ребенку, еще что-то. Но ведь вы элементарно помолиться не можете попросить. Есть же очень много благодарственной молитвы за ту или иную помощь, которую ты просил у Господа. Мы вообще ездили, когда по святым местам, там вообще открывается полностью второе дыхание. Там хочется снова жить. Святые источники мы видели. Батюшку или с Хейгумен, или с ним разговаривали. Ваня с ним разговаривал. Я верю, что всё будет хорошо, что Господь нам поможет. Это просто новое испытание в нашей жизни, которое нужно пережить, набраться силы и идти дальше. Но он спрашивает, он понимает, он постоянно задаёт вопросы. Мама, почему я болею? Почему вот ребяткам можно гулять, а мне нельзя? Почему ребятки вот кушают мороженки, а мне нельзя? Я ему объясняю, что, Ванечка, ты вылечишься, и тебе тоже можно будет. Ты тоже будешь в школу ходить, в садик будешь ходить. Особенность онкологических заболеваний в том, что рецидив болезни лечится в разы сложнее самого заболевания. А случай Вани осложняет ещё и то, что российская медицина в борьбе с болезнью помочь ему не может. Мы сразу поехали в больницу, спросили наших врачей, что они могут сделать. Наши врачи сказали, что они могут поддерживающую химиотерапию поставить, но ещё ни одному ребёнку от этого легче не стало, ещё никто от этого не выживал. То есть необходима именно мбиджи-терапия, но она делается вот только в Лондоне. Это единственный шанс, который вообще может быть. Доктор из Лондона, он ответил нам, что проведёт две химиотерапии. Этим он надеется очистить костный мозг и после этого проводить мбиджи-терапию. Если эти две химии не помогут, у него в запасе ещё две химии есть. То есть четыре химии и мбиджи-терапия – это где-то в общем полгода. Мбиджи-терапия – это вводят препарат в организм, который действует на все участки тела. И как бы облучение всего участка тела идёт. Обычное облучение, оно просто облучает какие-то точки. А мбиджи-терапия – она полностью облучает весь организм, убивая все раковые клетки, которые там есть. Потом, то есть мбиджи-терапия вот эта убивается, убиваются и здоровые тоже клетки, поэтому нужна трансплантация. Сразу она как бы, это один, называется, да, процесс один, процедура одна, просто она берёт многое в себя. Сколько времени займёт лечение в другом государстве, сейчас сказать трудно. Но не меньше четырёх месяцев. Из-за него нужно заплатить поистине огромную сумму. У нас счёт на 4 миллиона 100. Но этот счёт, он только за лечение. То есть вот эти 4-6 месяцев проживания и питания там, это не входит в стоимость счёта. Перелёт – это всё не входит. То есть нужны деньги для того, чтобы уехать, нужны деньги для того, чтобы там жить, для того, чтобы снимать там какое-то жильё. И вот сам основной счёт за лечение. Сейчас, пока семья пытается найти средства на оплату этого счёта, никакого медикаментозного лечения у Вани нет. Как поведёт себя опухоль, предсказать невозможно. Поэтому дорог буквально каждый день. У них никаких препаратов для того, чтобы просто поддержать организм, нет. Мы пьём травы, то есть вот там медвежий жир, жир, нерпы. Эти травы как бы можно принимать вместе с лечением. То есть лечение можно не отменять. Это в поддержку организма. Вот мы пьём травы, вот жиры вот эти, для того, чтобы иммунитет работал, для того, чтобы он ему помогал. Времени у нас вообще нет. У нас времени совершенно нет. Потому что доктор написал, чем быстрее вы приедете, тем быстрее мы сможем начать лечение, и тем больше шансов на выздоровление. Амбиджи-терапия, она вообще, её делают в очень, как сказать, особых случаях. И это очень действенный метод во всём мире. То есть её очень тяжело где-то сделать в другом. Но здесь её даже не делают. От занятий в школе развития в Дюковом пришло отказаться. Вновь стали рискованными контакты со сверстниками. Внешне по ребёнку болезнь не заметить. Но в его быте теперь множество ограничений. Родители стараются всеми силами замедлить рост опухоли. Ему нельзя общаться с детьми. Потому что любая инфекция, она может спровоцировать ещё как бы худший результат. Ему нельзя есть сладкое, солёное ему совершенно нельзя. Ни в коем случае орехи нельзя кушать. Ванны горячие принимать нельзя. То есть мы принимаем только душ. И только вода вот, ну, тёпленькая, совсем тёпленькая. Отдыхать как можно чаще нужно. То есть переутомляться совершенно нельзя. Нельзя нервничать, гулять. Нужно обязательно там по часу утром, по часу вечером. И вот диета в основном овощи. Нужно кушать только овощи. Ничего там мясного нельзя. Ограничений очень много. Но он как-то справляется. Я объясняю ему, что это нужно, что это необходимо. Ему пять лет, он всё понимает. И он пытается как бы соблюдать диету, пытается слушать нас. Потому что он в своей жизни очень много натерпелся. И он уже понимает, что это ему необходимо. Во время нашей встречи Ольга старалась улыбаться и шутить. При этом невозможно было не заметить переживания за сына в материнских глазах. Но это видно нам, взрослым. А Ванечка должен видеть совсем другое. Даже мне очень тяжело. Я сама на успокоительных постоянно нахожусь. Но как бы оно ни было, я считаю, что мама всегда должна выглядеть хорошо. Потому что он меня очень сильно чувствует. Вот если я, допустим, ну как сказать, заплаканная, да, он это чувствует, у него уже тревога. Я уже по глазам вижу, что у него тревога, он начинает бояться, он начинает пугаться. И поэтому мы стараемся улыбаться. То есть, чтобы он этого не видел, чтобы он этого не чувствовал. Чтобы ему-то было. Он считает, что если мама улыбается, значит, всё не так уж плохо. Уже два с половиной года, ровно половину жизни, Ванечка борется со своей болезнью. И впереди у его семьи непростой путь борьбы с рецидивом заболевания. Дорогие телезрители, давайте вместе помолимся за эту семью. Пожелаем Ванечке здоровья. И вместе с тем поможем ребенку как можно скорее попасть на лечение. И пусть с Божьей помощью, нашими общими усилиями, в Ваниной жизни наступит и шестой, и седьмой день рождения. И он исполнит свою главную мечту, станет первоклассником. А потом подойдет к своим родителям, обнимет крепко и скажет, стесняясь немного, «Мама, папа, я вас очень люблю». Он очень хочет в школу, он очень хочет в садик, он хочет встретить Новый год. Он очень любит елочку, то есть он постоянно этого ждет, спрашивает. Больше всего, конечно, ему хотелось ходить в школу. Он там развивается, он играет с детьми, ему это очень нравится, он стремится. У него есть очень много способностей, которые нужно развивать. И вот пока мы не можем этого делать. Субтитры создавал DimaTorzok